Вот только главный вопрос. А когда, собственно, Трамп сможет отвлечься от чисто американских проблем? У него ведь на носу выборы. Уже через несколько недель американцы решат, кто же будет контролировать Конгресс. Республиканцы или все-таки демократы? Ким Чен Ыну уже сказано, раньше ноября встречи и думать нечего, пока Трамп лично участвует в предвыборной кампании и агитирует за кандидатов от республиканцев. Видят успеха, либо проигрыша. Сейчас может зависеть и перспектива второго президентского срока для Трампа. Тему продолжит Дмитрий Анопченко. Дежавю. Те же плакаты и та же музыка, что и два года назад, когда Трамп только баллотировался. Но это не кадры хроники. Все происходит здесь и сейчас. Предвыборный митинг в глубинке. Демократы дошли до крайности. Стали, честно говоря, слишком опасными, чтобы доверить им управлять. Вообще с ума сошли. А значит, голосовать стоит исключительно за республиканцев, уверяет своих сторонников президент. Обращаясь не так к логике, как к эмоциям. Мол, раз мне два года назад поверили, так и моим однопартийцам сейчас поверьте. Территорию вокруг Белого дома теперь перекрывают постоянно, потому что вот сюда, на площадку, приземляется вертолет. Он везет президента на военно-воздушную базу «Эндрюс», откуда глава государства традиционно вылетает в туры по стране. И раньше все это церемония, все миробезопасности, посадка вертолета, взлет. Собирали здесь толпы любопытствующих, они смотрели со стороны. Ну а теперь уже практически никого нет, потому что это стало обыденностью. Дональд Трамп постоянно вылетает в предвыборные туры. В графике президента штаты и города сменяют друг друга. Темп такой, что помощники уследить за всем не успевают. Зажиточная Пенсильвания, индустриальная Миннесота, житница Америки, Канзас и кукурузная Айова на Среднем Западе. Заработались, до курьезов доходит. Соцсети взорвались от смеха, когда во время одного из таких воежей появились вот эти кадры. Президент поднимается по трапу с куском туалетной бумаги на ботинке. Но самого Трампа это, похоже, только развеселило. Он по-прежнему уверен, что любое упоминание в прессе – это рейтинг. Ведь показывать его и действительно стали реже. CNN и NBC предвыборные митинги Трампа в принципе отказываются освещать. И даже лояльный Fox News ограничивается короткой нарезкой. Вытеснить президента из эфира пытаются демократы. Еще один удар нанесли финансируемые ими вузы. Сделав разбор полетов учебным предметом. Новый учебный курс назвали «Трампаганда. Борьба с фактами прессы и демократией». Продлится он 8 недель, то есть финал придется как раз на день промежуточных выборов. И вот тут показательный момент. Обычно политические предпочтения студентов никого не волнуют. Ты можешь поддерживать демократов или республиканцев. Но не в этом случае. Сейчас и концепция курса, и его название предполагают, что даже если ты поддерживаешь Трампа в душе, то все равно, чтобы получить зачет, должен искать его ошибки. В бой бросили и тяжелую звездную артиллерию. Голосовать за демократов призвала певица Тейлор Свифт. Трампу, которая любит ее песни, пришлось даже отшучиваться, мол, теперь эта любовь на четверть меньше. В том же ключе высказались Риана и даже легендарная Шер. Каждая женщина в США должна прийти на участок, иначе прекращаете жаловаться. Что толку жаловаться, если вы не голосовали? Расчет противников президента на высокую явку тех, кто против Трампа. Но и у его сторонников свои аргументы. Это Миннесота, штат в глубинке, где традиционно голосовали за демократов. И победа Трампа в 16-м стала полной неожиданностью. Над лозунгом об Америке, которую снова сделают великой, только ленивый не смеялся, но тут его воспринимают весьма серьезно. Как и обещание президента вернуть в страну рабочие места. Мы говорим о работе и экономике, росте производства и создании условий для бизнеса. И в этом залог победы. Делится кандидат от республиканцев, а в прошлом звезда американского хоккея Питт Сталбер. Он вырос здесь и прекрасно знает настроение в суровой местности, где половину всей железной руды Америки добывают. Безработица при Трампе действительно свелась до минимума. И за это избиратели готовы простить ему многое. Местные чиновники, вот как этот мэр, который всю жизнь был демократом, даже портбилеты меняют. Что для меня, что для большинства местных жителей на первом месте вовсе не политика, а экономика, вот и пришлось перескочить из одной партии в другую, чтобы быть с кандидатом, который обещает лучшую жизнь. И действительно обещает. Агитирует, конечно, в том числе и за себя. Вот только накануне Трамп в эфире любимого утреннего шоу, которое и сам смотрит ежедневно, заявил, что обязательно будет баллотироваться через два года и уверен в своей победе. И в том, что его партия сохранит большинство в Конгрессе. Выборы ведь и действительно непрезидентские, парламентские. И раньше президенты поддерживали кандидатов в проблемных округах, но не пытались вытянуть всю кампанию. Но Трамп в очередной раз играет не по правилам. И едет все в новые и новые города. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер.